Всем привет! Сегодня хочу сделать немножечко другого формата видео и рассказать только о трех орхидейках, которые вот сейчас у меня распустились и практически в полном распуске. Потому что когда показываешь всю коллекцию, то не так много времени и не так много можешь уделить каждому сорту, а хочется более подробно рассказать и сравнить некоторые сорта между собою. Как правило, не хочется затягивать видео, чтобы оно было сильно длинное и чтобы его можно было нормально посмотреть. Поэтому приняла решение вот так вот делать такие маленькие тематические видео. Ну и посмотрим, как пойдет. Хочу сегодня показать вам три сорта. Арт Нуво, вот такую прекрасную, красивую бабочку. Сорт Вивальди и мою любимую несравненную Бьюти. Сейчас я о каждой расскажу. Вот такая красивая распустилась у меня уже полностью моя бабочка Арт Нуво. Очень красивые цветы, правильной формы, очень крупные. Вот эти вот дальние цветочки, которые распустились раньше, я их замерила. Они девять с половиной сантиметров. Вот эти вот цветы. Эти, которые последние, вот эти два маленькие цветочки, они чуть меньше, эти по восемь сантиметров. Ну, сам размер просто завораживает. Очень красиво она тем, что в нее сипали и педали абсолютно разные. Лавандовые педали с переходами от беленького. И белые с такими потеками черничными. И такие красивые сипалии в нее. Я уже эти путаюсь, эти педали сипалии. Но главное, что они разные. И за счет этого контраста она просто потрясающе смотрится. Просто потрясающе. Такой красивый открытый цветок. Открытый. Хотя я люблю и чашечку тоже. Но вот когда такая бабочка открытая, тогда у нее размеры вообще королевский, гигантский. Очень красивая. Очень-очень красивая. Я еще когда-то сомневалась, думала, нужна она мне или нет. Все было в раздумьях. Потому что у меня были Black Piano. Мне казалось, что они одинаковые почему-то. Ну, приблизительно более-менее. Их еще несколько. Там у Sony есть подобные. Тоже сорта. И думаю, не, мне не надо Art Nouveau. Ну, вот она мне так часто стала попадаться. И думаю, ну, ладно. Наверное, судьба. И вот я нисколько не жалею, что я ее купила. Она такая крупная. Такая крупная. Ну, вот это ее первое домашнее цветение. И она такая щедрая. Она сразу пробудила почки. Сразу сделала два ответвления. Вот на старых цветоносиках. И подарила такие красивые крупные цветочки. И тут вот я взяла цветочек Black Piano, чтобы можно было их сравнить. Вот. Black Piano. Если цветочек развернуться, он такого же размера. Тоже 9,5 где-то сантиметров. Ну, за счет того, что крылышки у нее, педали смотрят вперед, она кажется чуть-чуть меньше. Отличается. Видите, вот она крапом в середине, возле колоночки. А вот более рюшистой формой своих педалей она отличается. Цветом она не отличается. Такой же лавандовый. Потеки чуть-чуть больше. У нее чуть-чуть такие крупнее. Вот. Ну, так, в принципе, все-таки эти два сорта очень похожи. Очень. Ну, если кто-то сильно вместо желает, то, в принципе, может выбрать что-то одно. Но я не жалею, что у меня эти оба сорта. Вот. Так что очень-очень красивый. И один сорт, и второй. Так что Art Nouveau вот такая вот красавица. Вот. Крупная и красивая. Кустик у нее не сильно, по крайней мере, большой. Вот. Ну, достаточно молоденький. Тут у нее там три пары листиков. Да, три пары листиков. Корешочки она хорошо пускает, дает. В общем, у меня на нее вообще нареканий нет. Сорт, как по мне, совершенно неприхотливый. Охотно цветет. Моментально зацветает. Я же говорю, только я отрезала ее магазинные цветоносы. Она сразу пробудила почки. Так что я очень довольна. Следующая моя красота. Это сорт Beautyon. Я его первый раз увидела тоже у блогера Юлечки в Ютубе. Увидела пышность цветения этого сорта и просто в него влюбилась. Она на тот момент еще даже не знала, как он называется. Но когда я видела это пышное цветение, у меня прямо все внутри аж сжималось. Я так хотела этот сорт. И потом я случайно его увидела у нас в интернет-магазине в заказах. Очень щедрая. Это ее первое домашнее цветение. Вот. Сколько у нее ответвлений я хочу вам показать. Так, чтобы еще ничего не сломать. Потому что я только что уже сломала у Black Piano лист. Вот. У нее четыре ответвления. С одного цветоноса и вот второй цветонос. Она из первых прямо дней показала свой характер, когда приехала. Я вот не помню, когда она мне досталась. По-моему, зимой. И она сбросила все корни. Вот она еще имеет бутончик. Практически в полном распуске. И мы с ней наращивали эти корни несколько месяцев. Ну да. Прошлой зимой я ее получила. Весной она сбросила корни. Все правильно. И до осени мы их наращивали. И вот она дала два цветоноса. И вот так вот щедро зацвела. Я не знаю. Я показываю. Видно, вот сколько у нее ответвлений. Вот. Раз. Два. Вот внизу три. И вот четыре. Сорт потрясающий. Еще чем он примечательный, что он именно розового цвета. Не сиреневого. Вот таких вот розовых. У меня только в коллекции две орхидеи. Рим. И вот это бьюти. Так вот. Это вот цветочек. Это издержки воспитания. Это я хотела шугануть кота полотенцем на кухне. За его плохие проделки на кухне. И попала не по коту, попала по цветочку. И отломила вот пару лепесточков. Но это в целях воспитательных. Вот. Я ее очень люблю. Очень красиво. Цветочек, как у всех мультифлорочек. Он небольшой. Где-то 4-5 сантиметров. Но она такая. Так красиво складывает каскадики. Вот. Каждое ответвление. Вот у нее прямо вот ровненько-ровненько. Каждая веточка вот очень ровненько складывает. И вот она красивая. Вот такая вот. Ровный красивый цвет. А если приглядеться, у нее такие милые крапушки. Сейчас, если сфокусирует. Ну, вот так, насколько возможно. Вот. Губочка в крапушку. И цветочки нижние тоже. Лепесточки у нее в крапушку. Так что от души рекомендую. Кто любит мультифлоры, кто любит розовое, девчачье такое, цвет барби. Вот, пожалуйста. И очень она красиво сочетается с сиреневыми орхидеями. Это очень красивое сочетание розового с сиреневым. Вот. Я ее всегда ставлю там рядом с Ого Даймондом. Или еще с такими вот орхидейками. И она очень красиво с ними смотрится рядышком. Вот такая вот барышня. Очень милая, нежная, красивая. Так что для любителей мультифлор и всего нежного рекомендую. Ну и последняя орхидейка, которой я вообще готова петь Оды. Готова петь Дифирамбы. Это Вивальди. Посмотрите, какая красивая бабочка. Насколько оточеный цветочек. Это, конечно, ну простой сорт, скажем так. Доступный. То есть она по цене достаточно такая демократичная. У нее цена. Ее можно купить. Это не редкий сорт. Ну просто как-то он у многих не заслуживает внимания. Цветочек крупный. Я специально померяла вот до съемки цветочек 8 сантиметров. Открытая форма. Что для меня очень важно. Цветочек вообще не выгорает. Вот какой он при раскрытии. Вот такой он будет через полгода, через 9 месяцев. Вот открывается новый цветочек. У нее еще не полный распуск. Ну не знаю, так видно, не видно. Но он абсолютно такого цвета, как вот цветочки, которые раскрылись уже. Раскрылись в декабре. Эти цветочки. Первые. Очень щедрые. Это ее второе домашнее цветение. Второе. И она, я уже говорила в прошлом видео, она один из лидеров по длительности цветения. Она пилорик Мой Монтеррей и панда. Она цвела 9 месяцев в Вивальде. И абсолютно 9 месяцев цветы были вот такого вот цвета. Очень красивого. Я люблю такие однотонные тоже бабочки. Очень миленькая. И что у нее еще свойственно? Она без конца доращивает. Вот она тоже этот цветонос не успела закончить. Как вот у нее, что-то не фокусируется, как она уже будет доращивать. Вот. Доращивает без конца икрая. И имеет свое свойство такое, что она при очень длительном цветении, она один там может цветочек сбросить, а три дорастить. Там один сбросить и потом еще три дорастить. То есть в конце цветения у нее огромные длинные каскады. Мне очень нравится этот сорт. Простой, добрый, старый Вивальди. Она красивая и в простой форме цветочка. Ну, бабочка это есть бабочка. Для меня это красунья. Просто вот такая вот белая такая колоночка. Такой носик беленький, как у клоуна. Вот. Это вот она тоже почечку пробудила на вот этом вот цветоносе. Почечку пробудила вот здесь. Дала ответвление. Вот. На сколько цветочков? На два цветочков здесь дала. И новый цветонос. Вот. Выгнала. Так что щедрая и красивая. Тоже вот этот сорт от души рекомендую всем в коллекцию. От души. Очень люблю этот сорт. Очень. Ну, я многое люблю, конечно. Я все люблю то, что у меня. Но Вивальди, это вот прям старожил мой. Ей уже больше двух лет она. Одна из первых бабочек, которые появились у меня в коллекции, когда я начала их собирать. И, ну, тогда это кисты совсем простенькие. Вот у меня пиратик появился. Потом Вивальди, потом Ориентал. Вот. И вот она одна из первых. Так что, очень я рада и довольна этим сортом. И всем советую. Так что, если зайдет такой формат видео, я иногда буду снимать вот так вот о нескольких сортах рассказывать. Потому что, когда они все тут выстоявших, их ряд, столько невозможно уделить времени каждому сорту. Вот такое сегодня было коротенькое маленькое видео. Ну, говорить это хорошо, но надо идти печь блины. Семейство ждет. Так что, как говорится, мать-блогер, горе в семье. Я с вами прощаюсь. Я желаю вам всего самого доброго, самого наилучшего. Я всем желаю мира и добра. И еще желаю вкусной и сытной масленицы. До встречи.